Мир стал другим Совсем не 24 февраля Когда России пришлось прибегнуть к силе оружия Чтобы наконец и навсегда Обезопасить свои огромные территории Чтобы нашим внукам не пришлось снова стрелять Чтобы российские дети не сидели в подвалах И никто не смел навязать нам сатанинскую идеологию Запад и стоящая у него на содержании Украина Перешли Рубикон гораздо раньше Запад намеренно не замечает нацизм на Украине Он его нигде не заметит Потому что ему это выгодно Потому что он сам его взрастил Вот кто воспитал это молодое существо? Посмотрите Я воював, я воював 17 лет Я укроп, я нацист А я воював против ДНР Украинцы или россияне? Там? Я не назову этих людей украинцами А они нам не нужны Когда украинские китайцы зайдут в Донецк Они будут снищены Так можно тогда прекратить уже сейчас войну? Нет, нам нужно их снищить Вы думаете, это просто бравада? Нет Именно так они поступали и поступают И будут поступать Если их не остановить Наши деды никому не доказывали Что в Германии есть нацизм Они просто утилизировали его носителей И мы должны исходить из того Что нацизму нет места на этой земле Мы не могли избежать этой войны Она все равно бы случилась Противник наш, это не киевский режим Это североатлантический альянс Не забывайте, что НАТО Было создано для войны Именно с нами, с Россией Если драки не миновать То нужно драться отчаянно Чтобы обязательно победить А у нас других вариантов и нет Но я все-таки как гражданин России И глава российского государства Тогда хочу задаться вопрос А зачем нам такой мир Если там не будет России Российские парни С оружием отстаивающие сейчас Отечество и русский мир Не просто сыновья России Они чистильщики Они вычищают нацистскую скверну С нашей земли Воюя за пределами России Они наводят порядок И в нашей стране В семье майора Петра Редькина Из Новочеркасска Родилось шестеро детей И все сыновья Пока младшие братья подрастали Старшие определили свой жизненный путь Первенец Артем Рос, как и большинство российских мальчишек Школа, профессиональное училище, армия Служил механиком Но мысли о военной службе Не покидали его и после возвращения домой Наверное, это не случайно Ведь его отец всю жизнь носил форму Прошел две чеченские войны Артем решил пойти по отцовским стопам И заключил контракт С вооруженными силами России Старший брат Редькин Служил в Гудермессе Радиотелеграфистом Экипажа радиостанции Минометного дивизиона За участие в одной из операций Артема наградили После первого контракта Он вернулся домой в Новочеркасск И встретил свою любовь Викторию Сыграли свадьбу У них родилась дочка Полина После службы в Чечне Артем попал в 150-ю Легендарную мотострелковую Гвардейскую дивизию Название которой написано На знамени Победы Бойцы этой дивизии В мае 45-го Установили красный флаг На Рейхстаге Сержант Редькин Служил заместителем Командира расчета Гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона Его заслуживец рассказывал Наш сержант Заметно отличался Особым подходом к работе Это уже потом я узнал Что Артем вырос В многодетной семье Что у него пять младших братьев Что после смерти отца Он взял на себя Заботу о младших Он знал какие-то особые секреты Умел все сделать точно И в срок В марте 2022 года 31-летний сержант Артем Редькин Уже был на Украине Выполнял обязанности Командира самоходной гаубицы Аккадзе Постоянно находился на передовой Отражая атаки противника Второй брат Глеб Редькин На 8 лет младше старшего Артема После армии Выучился на юриста Еще в школе Скромный Глеб Стал робко ухаживать За одноклассницей Ирой Очень долго Не решался признаться И в любви Этот момент Наступил почти Четыре года После школы Ирин Выходи за меня Тихо Однажды Сказал Глеб И в январе 2022 года Молодые Сыграли Свадьбу Но долгую Счастливую Семейную жизнь Небеса им не дали Когда Глеб Узнал Что его старший брат Находится на передовой В Донбассе Он пошел В военкомат А вечером Сказал всем родным За семейным столом Я должен быть Рядом с Артемом Должен прикрыть Его спину Я себе не прощу Если старший брат Погибнет А я буду жить Эти слова Стали пророческими Глеб словно Предсказал то Что случилось Через пару месяцев Жена старшего брата Долго отговаривала Глеба Это не твоя война Ты только женился Вам надо детей рожать Но Глеб Своего решения Не изменил Братьев определили В один боевой экипаж Так младший Глеб Исполнил свое желание Он стал действительно Прикрывать спину Старшего брата Воевали они В небольшом Но крайне стратегически Важном Луганском городке Попасное Там развернулось Одно из главных Сражений на Донбассе В 2014 Город Непродолжительное время Был под контролем Луганской народной республики Но тогда же С июля Вернулся Под власть Киева Восьмого мая 2022 года Украинская армия В результате Тяжелых боев И почти полного Разрушения города Была выбита Из Попасной 21 апреля Подразделение Где служили Братья Редькины Занимало позиции На окраине города Братья готовили Своё орудие К очередному бою Артём был наверху Глеб подавал снаряды Боекомплект В этот вечер Нужен был полный Ведь предстояло Серьёзное сражение И тут Над ними завис Беспилотник Артём вышел По рации в эфир И спросил Своего командира Это что за дрон Такой над нами Жужжит Сейчас узнаю Ответил старший И не успели договорить Как по точке Где стояли Акации Начала бить Вражеская артиллерия Их заметили Один из снарядов Попал в цель Артём погиб Сразу Глеба ранило Он буквально истекал кровью Его однополчанин подбежал Поднял его на руки И понёс К санитарной машине Знаю Больно Терпи Скоро всё будет хорошо Только не закрывай глаза Пытался привести Глеба В чувство Сослуживец Пока нёс его на руках Он был жив Но когда в санитарной машине Врач достал Жгут и бинты Сердце Глеба Остановилось Он умер От обширной Кровопотерь 19 апреля У Полины Дочери Артёма Был день рождения Папа сделал ей Открытку И сфотографировался С друзьями А через два дня Погиб Её мама Долго не могла решиться Рассказать Шестилетней девочке О том Что случилось Мам А когда папа приедет Спрашивает Полина Глядя в окно У папы ещё много работы Дочка Надо подождать Гвардии сержант Артём Редькин И гвардии рядовой Глеб Редькин Погибли Выполняя воинский долг У них остались Четверо братьев Двое из которых Несовершеннолетние Указом президента России Оба брата Награждены Орденами Мужества Похоронили Артёма и Глеба На новом кладбище В Новочеркасске С воинскими почестями Выполнять боевые задачи По защите Отечества Остался средний брат Яков Редькин В России Много городов В России Много разных улиц На них должны быть имена Тех Кто из боя не вернулись Тех Кто не думал о себе Тех Кто пожертвовал здоровьем Им жить хотелось Как и всем Но В вечность дали Клятву кровью Растёт Растёт Бессмертный пол Кто рядом с прадедом Кто с дедом Мы знать должны Их имена Тех Кто работал На победу Кто рядом с прадедом Кто рядом с прадедом